Здравствуйте! Хочу поделиться важными новостями. Не далее, как 23 марта Конституционный суд вынес постановление 9П. Суть данного постановления заключалась в рассмотрении вопроса, является ли краткосрочная аренда оказанием гостиничных услуг по сути. По праву рассматривался вопрос столкновения положений статьи 209 Гражданского кодекса, когда собственник вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, то есть в том числе и сдавать в аренду, в том числе и краткосрочную. И положениями статьи 17 ЖК, когда пользоваться жилым помещением он должен, не создавая проблем соседям. Так вот, в рассматриваемом случае товарищ сдавал помещение в аренду краткосрочную, на постоянной основе это делал, и сосед вышел с требованием прекратить эту деятельность, поскольку она является оказанием гостиничных услуг. Вот, а оказание гостиничных услуг у нас с 2019 года не допускается в жилых помещениях. Так вот, суды вроде как удовлетворили эти требования соседа, но предприниматель был настойчив и дошел до Конституционного суда. Конституционный суд вопрос рассмотрел и указал на то, что нет никакого противоречия в действующем законодательстве, есть противоречия в применении действующего законодательства. При этом Конституционный суд сказал, что такие критерии, как короткий срок предоставления жилого помещения, использование средств массовой информации, в том числе и сайтов для размещения объявлений о сдаче в аренду, присутствие собственника жилого помещения или его представителя при вселении-выселении и оказание собственного жилого помещения или уполномоченным его лицом иных услуг, в том числе и транспортных, не является признаками гостиничных услуг. Эти признаки, надо сказать, суды достаточно часто использовали для того, чтобы квалифицировать данные правоотношения как гостиничные услуги. Поэтому, несмотря на то, что Конституционный суд не признал положение ст. 17 ЖК неконституционными, он сделал очень важную вещь, такую, как дал критерии судам, как определять признаки гостиничных услуг. И те признаки, которые он ранее использовал для, суды использовали для отнесения этих услуг к гостиничным, он отнес к неправильным признакам определения гостиничных услуг. Таким образом, гостиницы в квартирах, ну, по сути, будут продолжать существовать. То, чего пытался добиться законодатель, в общем-то, он не добился до конца, и бизнес продолжает действовать. Поэтому, ну, для предпринимателей, которые этим занимаются, сдачей краткосрочной в аренду, это хорошие новости. В общем-то, у них появился еще один повод аргументировать, в том числе и перед правоохранительными органами, свою деятельность, как законную и признанную Конституционным судом легальной. Вот, на этом все. А, кстати, забыл сказать, по этому поводу в адвокатской газете вышел наш комментарий от 23 марта. Соответственно, читайте нас на страницах адвокатской газеты, или на нашем сайте мы сейчас разместим эту публикацию. Ссылку в комментариях к видео, естественно, оставим. Поэтому пользуйтесь, подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Спасибо. Продолжение следует...